Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, еще раз доброе утро. Начинаем, продолжаем, точнее, работу в прямом эфире. Сейчас у нас интересный гость. Это глава туроператора тесту Латвии Константин Польгов. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, может, такой первый вопрос. Несмотря на понедельник, говорится, что начинается тяжелая рабочая неделя, тем не менее, все-таки август месяц. Для многих все-таки это период отпусков. Кто-то уже спланировал куда-то поехать, кто-то еще планирует, может, даже на сентябрь продлить себе лето. Но мы все следим за новостными лентами, и иногда кажется, что сиди дома. Вот такое вот ощущение. Вроде хочется поехать, но то там сообщается, то в Таиланде. Вроде бы считалась относительно спокойная страна. Мы знаем, что произошло, но уже не говорим про центр Европы, Париж, Швейцария. Откуда только не приходят страшные новости о терактах. Что делать вообще? И как вы планируете, как тестуру, свою работу, вот в свете всех этих событий? Может быть, можно рекомендовать? Предлагаю все-таки позитивно начать понедельник. Как понедельник начнешь, наверное, так и пойдет дальше. Конечно, туристический сезон 2016 года совсем не похож на предыдущий сезон. Очень невозможно практически сравнить то, что было в прошлом году. Несколько лет назад совершенно поменялась обстановка. Реагирование совершенно разное на обстановку. И, конечно, мы живем совершенно в других реалиях. Вы правильно говорили о том, что практически нигде в Европе не осталось тихого места. С одной стороны, мы готовы всегда были к тому, что мы всегда работаем с южными странами, которые достаточно горячие, которые каждый год что-то происходит там. Поэтому к реагированию мы готовы. К сожалению, точно так же было у нас в пятницу вечером 14-го числа, когда случился путь в Турции. И разбудили журналисты, спросили, как вы будете реагировать. Я спрашиваю, на что? Они говорят, что в Турции государственный переворот. То есть, на самом деле, журналисты... Из ведома туристической фирмы, да. Ну, конечно, это, с одной стороны, такой своеобразный показатель, что происходит, насколько быстро все происходит. Но и то реагирование, которое нужно было сделать мгновенно. Пятница вечером, понятно, что все отдыхают, никто не работает. Все уже закончили неделю. У нас там находится 500 человек. И еще столько же примерно готовится вылететь на неделю. И шквал буквально всего от Министерства иностранных дел до каждого туриста. Поэтому несколько дней были практически полностью на ногах у всех в офисе. Когда вы спрашиваете, что нужно делать, я бы все-таки, если очень коротко говорить, сдержался от путешествий самостоятельно. Это связано, в первую очередь, с тем, что самостоятельно все-таки сложнее обеспечить всю логистику принятия таких экстренных решений, позаботиться о безопасности, получить первую какую-то помощь, которая находится за рубежом, когда он находится за рубежом. Так, чтобы было понятно, что если едет группа, то есть список, кто едет по фамилии. И у вас, и, видимо, и в посольствах, и в МИДе. То есть, очень, ну, как бы, более оперативно. Я думаю, что это всегда, да. Смотрите, в Таиланде происходит. Конечно, вещи, которые происходят в Таиланде, по нашим сведениям, не связаны с терроризмом. Это связано с такой внутренней ситуацией в стране, которая традиционно напоминает о себе в какие-то знаковые события. Насколько я понимаю, это произошло в день рождения королевы. И вот такие вещи, они, ну, в той или иной степени всегда будут происходить. Поэтому тогда, когда в Таиланде, например, было страшное цунами, и у нас там находились туристы, мы должны были их быстро взять. Просто не зная, как реагировать, мы их вывезли просто в торговый центр, который находится на более высокой точке, оставили их там, потому что и, наконец, следили. Куда вывозить? Ну, вот, как может принять решение человек, который находится самостоятельно, сам по себе, без машины, без транспорта? Не знаю. И не понимая, что находить. То есть, в этом отношении, что нужно делать? Я бы все-таки, вот в данный какой-то период, промежуток времени, если это не связано с короткими какими-то путешествиями, деловыми поездками, а с отдыхом, тем более семейным отдыхом, путешествиями с детьми, все-таки отдал предпочтение компаниям, которые занимаются этим профессионально. Вот еще такой вопрос, который возникает, понятно, что туристы, когда они приезжают в какую-то страну, даже куортную, с целью полежать на пляже, ну, к примеру, да, все-таки, наверное, должны ориентироваться на то, что, может быть, там и стоит оставаться. Я почему говорю, потому что вот все последние вот эти события, связь с реализмом, с переворотом, но все-таки, за редким исключением, сами вот такие куортные зоны не затрагивают. Конечно, да, конечно, это очень редкое явление, когда… Конечно, они в аэропорт прилетают, улетают, да. Конечно, во многом, ну, сейчас не хочется вообще говорить о негативе, но, тем не менее, во многом это связано, конечно, с внутренней атмосферой в стране, с внутренними проблемами в стране, в которых происходят те или иные акции. Конечно, очень печально, что атаками этих акций являются все-таки туристы или иностранные граждане. Поэтому, находясь, во-первых, выбирая путешествие в ту или другую страну, нужно очень точно оценивать, в какую страну вы едете, что происходит сейчас. Посмотрите рекомендации Министерства иностранных дел. Это первые такие вот какие-то первые события, первые шаги, которые необходимо сделать, превентивные. И потом более внимательно отнестись к тому, куда вы конкретно едете, в какой отель. Находится ли этот отель вдали, например, вот каких-то центров общего сбора или массовых каких-то мероприятий. Находится ли отель в пустыне, например, где до него наоборот легко очень добраться и так далее. Работает ли этот отель с другими международными компаниями или он принимает только местную публику, например. То есть это опять-таки лучше обращаться… Там целый комплекс. Вот на сегодня, на сегодня, вы знаете, я не призываю ехать с Тестуру или с какой-то другой компанией. Компания очень много работает и предлагает различный сервис. Я просто предлагаю обратиться к профессионалам, которые точно знают, что происходит. Еще раз повторяю, если вы собираетесь в Лондон на один день, ну даже в Лондоне, как вы понимаете, можно приключений найти. Но тем не менее, все-таки, если это короткое путешествие, да, можно планировать самостоятельно. Сейчас, в это время, особенно в дальние путешествия, все-таки я советую обращаться к профессионалам. Это такое правило, которое нужно помнить каждый день. Означает ли это, что вы не советуете туристам посещать какие-то массовые мероприятия? Потому что одно дело гостиницы, но так или иначе, в какой-то момент людям захочется выйти в город, где-то бывают какие-то, опять же, праздники, фестивали, карнавалы и все что угодно. То есть означает ли это, что любой праздник, фестиваль, карнавал является потенциальным местом чего-нибудь неприятного? Я думаю, что да. Вот если честно, то да, на данный момент я бы все-таки воздержался от всех карнавальных мероприятий, от всех массовых скоплений, безусловно. Потому что все выбирают, ну давайте не будем вспоминать Ниццу, То есть все выбирают какие-то такие мероприятия, где можно нанести максимальное... Большое скопление людей. Сделать какой-то больше информационный повод и сделать его более трагическим. Поэтому в данный момент все-таки нужно помнить о том, что чем меньше суеты, чем вы больше заботитесь о своем собственном отдыхе, об отдыхе, а не развлечениях, а каких-то таких массовых мероприятиях. В данный момент, я говорю, вот в данный, вот год такой, вот такое лето, да, может быть до конца 2016 года. Я думаю, вот так вот нужно трезво относиться к этому. Знаете, есть очень много вопросов, например, по Турции, потому что, с одной стороны, Турция до сих пор находится в состоянии чрезвычайного положения. И очень многие спрашивают, надо ли туда ехать, чрезвычайное положение, что это такое, а как же там, а что будет происходить. Я хочу напомнить, что просто Франция до сих пор находится в состоянии чрезвычайного положения после своих террористических актов, и очень многие не отменяют свои поездки и до сих пор путешествуют во Францию. На мой взгляд, дополнительные меры безопасности, которые связаны с ЧП, с чрезвычайным положением, все-таки они более направлены на сдерживание любой террористической угрозы и так далее. Видите, сегодня мы очень утром говорим туризм и терроризм, вообще даже иногда по Фрейду как-то ошибаешься. Но вот, к сожалению, 2016 год стал уже действительно таким, что очень много связано с тем, что нападения или такие громкие акции связаны на больших туристических потоках. Как на данный момент выглядят турецкие курорты? Потому что кто не ездит, опять же, очень много слухов и мифов о том, что Турция опустела. В Турции в гостиницах нет никого, туда свозят тех же турков, потому что есть вот такое вот решение сверху, надо как-то заполнять отели. Насколько это правда и как это сказывается на ценах? Большой вопрос. Во-первых, все рейсы, которые вылетают из Риги полные битком. Вот если вы сегодня… По-прежнему? Битком просто. И в сентябре разгон такой, что 4 рейса в неделю, наверное, до 5 рейсов в неделю. А обычно? Ну, обычно это примерно результат прошлого года. То есть он практически не изменился. Да, в начале сезона был определенный такой спад, ну, примерно, я могу сказать, до 15% в сравнении с 2015 годом. Но сейчас разогнались так, что все в порядке. Проблем никаких нет. Турция пустая не из-за того, что мы туда не едем. Мы для них достаточно маленький поток, они нас не замечают. Турция пустая из России. Потому что они не полетели туда. Насколько я знаю, от 4 миллионов человек, которые должны по плану или планировали посетить Турцию, на данный момент воспользовались Турецким берегом около 100 тысяч. Поэтому это огромное, это огромное, это огромное. То есть сейчас, конечно, есть пару месяцев для того, чтобы вернуть часть этого потока. Турция очень заинтересована. И до того момента, пока отели действительно были пустые или полупустые, турки, конечно, давали цены, другие совершенно. Туристы, которые отправились в этом году, не дадут соврать. Вот пускай позвонят и скажут, была ли разница в этом году и в прошлом году. Я думаю, что те люди... Если люди слушают и могут подтвердить, чтобы не директор тестуры это говорил, а люди самостоятельно. Да, не директор тоже что-нибудь скажет. Я думаю, что цены не могут поменяться на 50-70% меньше, конечно, потому что минус 70% от сервиса, это непонятно что. Это минус 70% питания, минус 70% уборки или что это такое. Конечно, на 15-20% это те отели, которые, может быть, свою прибыль могут отдать в этот раз и подумать о том, чтобы не закрывать. Это как Мартен практически, невозможно остановить. Если закрывать гостиницу, консервировать, то запустить ее потом намного сложнее. Поэтому многие отели, например, которые были там 12-15 этажей, они закрывали несколько этажей. Это не было видно туристам, например, те, которые были бунгальные отели, там из 10-15-20 бунгалов открывали, может быть, 8-10, но, тем не менее, продолжали работать. Нет такого, что турков загоняли все в Турцию отдыхать. Во-первых, достаточно Анталия для турецкого потребителя достаточно дорогой. Не все могут себе позволить. То есть жители Стамбула, золотая молодежь местная и так далее, она может выбирать и Бодрум, и Мармарис, и Анталию. Но многие, очень многие, конечно, не могут себе позволить, поэтому загнать всех не получается. Даже с низкими ценами. Поэтому так это достаточно сложно. Вот такая ситуация сейчас, Анталия. А вот если говорить эгоистично, вот для латвийских туристов отсутствие, условно говоря, спроса на Турцию, россиян, это плюс или минус? А почему спрашиваешь? Может, с одной стороны, плюс, может, и меньше народа, а с другой стороны, может быть, понятно, что гостиница тоже начинает экономить, потому что оборот средств, мы же понимаем, как бизнес работает, резко снижается. Мы реализовали эту возможность, мы понимали, но мы не называем эту ситуацию циничной, мы просто очень быстро воспользуемся тем предложением, мы понимали прекрасно, что Турция и Анталийское побережье никогда не сможет закрыться, и они вынуждены будут опускать цены. То есть мы понимали ситуацию, которая есть. И еще раз повторяю, туристы, которые смогли улететь, особенно те, которые покупали заранее, они, конечно, безусловно, в выигрыше. Практически нет таких ситуаций, когда перед вылетом что-то дешевле. Ну, бывает всегда что-то. Да, это, ну, что-то бывает, но планируется путешествие накануне, но сейчас очень многие мои знакомые или друзья звонят, они звонят обычно, если вдруг что-то нужно, перед первым сентября улететь, когда практически все забито. Говорят, ну, мы же знаем, там что-то, наверное, может быть, ну, давай, там и подешевле, МГМ, не просто подешевле, просто улететь невозможно. Если вы сегодня придете в туристическую компанию на последнюю минуту, вы не улетите никуда. Практически до сентября ни одного места никуда нет. А почему вот к первому сентября такой ажиотаж возникает? Наоборот, казалось бы, детям нужно идти в школу, все на месте. Ну, как раз перед первым сентября все уже хотят, последнее, кто не успел уже отвезти детей, и это бархатный сезон, ну, такой же. Самый жаркий, в принципе, это не бархатный, наверное, я ошибаюсь, это самый жаркий, но, тем не менее, море сейчас в Анталии, ну, больше 30 градусов. Понимаете, это те, кто... Выходишь здесь утром на улицу, вот, в понедельник, и ты понимаешь, что хочется куда-то улететь. Нам очень помогает. Позавчерашняя погода нам очень помогает, на самом деле. Когда дождь, и 12 градусов, самолеты заполняются быстрее. Здравствуй, октябрь. Конечно. А вот, опять же, существовал такой миф, что те же россияне, несмотря на все запреты, вроде бы отсутствие спроса, ездят тоже Турцию через, не знаю, Украину, Белоруссию. Они ездят даже из Москвы напрямую, потому что Аэрофлот имеет прямые рейсы, и Turkish Airlines имеет прямые рейсы Рига. Москва-Анталия, но это совсем другая цена получается, совсем другой отдых, это индивидуальный отдых. Вот эти 100 тысяч, которые, я говорю, как они попали туда, вот часть попала через, ну, в том числе, наверное, через Балтийские страны, они приходят в агентство, покупают, и не говорят, они из России или откуда. Все обслуживают всех. Или путешествуют самостоятельно, но вот не всегда успешно, потому что иногда застревают в аэропортах, иногда вынуждены решать свои вопросы. И уже когда привыкли к чартерам-операторам, когда приезжают они там хозяева, и все, и отвезите нас сюда-туда, там они вынуждены самостоятельно. Но это такие фанаты, которые никогда уже не откажутся от Турции, и никогда не будут выбирать другие направления. А есть ли еще какие-нибудь курорты, которые традиционно считались российскими, и ввиду, не знаю, падения курса рубля и других экономических неприятностей России, сейчас опустили? То есть где-то еще цены снизились, как в Турции? Я могу сказать наоборот. Те курорты, которые стали российскими, ну так, в скобках опять же, да? То есть это Греция, которая, безусловно, получила все преференции в 2016 году. Греки, если помните, в 2015 и в 2014 году боролись с жесточайшим кризисом, они вынуждены были, ну очень много тратить усилий на то, чтобы заработать денег. И никто, кстати говоря, в Европе, не только Греция, не может сравниться с турецкими объемами и с тем сервисом, и с ценами, которые предлагают турецкие отели и турецкий туристический бизнес. Поэтому Греция в 2016 году получила практически все, потому что это достаточно близко, это почти одинаковое море. Это Греция, которая вот за эти 3-4 года пыталась как-то сопоставить свой сервис с турецким, то есть добавить какого-то all-inclusive, сделать отели с 24-часовым сервисом и так далее. Вот они получили все. И сейчас с греками практически разговаривать невозможно, потому что они забиты настолько, что когда ты просишь какую-то скидку, они говорят, что тут бы номер, и номер буквально улетает в какие-то часы. То есть такой ажиотаж. Невероятный просто. Ну это же и тоже не из-за того, что мы туда уехали. Ну конечно. Немцы, вся Европа там. Это любые коорты Греции. Практически, но массовые, такие как Крит, Родос и так далее. Мы не говорим про Малерку, которая вообще, она всегда была тяжелая, но для нас она такая дальняя, и мы, может быть, не отличаем многие, что такое Малерка, Родос, Греция и так далее. Но Малерка это такой домашний вообще, какой-то домашний, даже не знаю, пляж немецких и английских жителей. Они приезжают туда просто поспать, попить, погулять и так далее. Ну в хорошем смысле. Они оттуда не вылезают, условно. Ну практически, да. Количество рейсов, которые приезжают на Малерку, я думаю, что аэропорт Малерки считается в летом одним из самых загруженных в Европе. В Европе. Они принимают огромное количество рейсов, и туристы туда приезжают, ну буквально, заниматься своими вещами и туда практически не попасть. Поэтому в этом отношении для российских туристов Греция стала, безусловно, альтернативным направлением. Хотя я думаю, что если сейчас ситуация с Турцией нормализуется, что для них курорты турецкие очень быстро будут доступны, и они станут популярными очень-очень быстро. Вы уже сказали первой части, весьма интересно, что, ну, по существу, Греция сейчас поднялась на фоне всех этих событий из Сирии. Не было бы, да, несчастья, да. Но вот какие другие маршруты, все-таки у вас большой опыт. Вы видите, что сейчас вот на фоне вот этого неспокойного времени вдруг сыгрались, так можно сказать, что, по крайней мере, жители Латвии выбирают какие-то маршруты, которые раньше не были в топе. Ну, чисто интуитивно, может быть, год назад мы подумали, что, скорее всего, ситуация, ну, так быстро не может разрешаться. Такая напряженность, которая связана с Сирией, там, граница Турции с Сирией, это все равно как-то будет влиять, даже если это все быстро будет происходить, то определенный отток может произойти, поэтому куда-то этот поток нужно перенаправлять. Да, вот я об этом. Мы открыли из Риги, например, направление Риммини, такой есть курорт, который находится в центре Италии. В принципе, простому человеку, который, может быть, даже 10 раз был в Италии, никогда до этого курорта не добирались и даже и не знает, что это такое. Хотя, может быть, когда-то слышали. По разным причинам мы выбираем те курорты, которые будут, а, доступны по цене, б, интересны, ц, это специфика латвийского рынка. Каждые два года туристы хотят какое-то новое направление. Мы понимаем прекрасно, мы бы с удовольствием открывали, например, Австралию, Канаду, Ванкувер, не знаю, все что угодно. То расстояние. Расстояние, цена. Цена и доступность, экономическая доступность населения, к сожалению, призывает нас все-таки открывать курорты, которые будут доступны массовому. А вот что касается Риммини, так, если можно вкратце, с чем это можно сравнить, не знаю, по погоде, по ценам, так, чтобы сразу наши радиослушатели сопоставили. Вот очень трудно было, знаете, вот взять и отрекламировать совершенно новую машину. Представляете, сколько нужно инвестировать? То есть, если машину не знают, это нужно какие-то тест-драйвы сделать, это нужно какой-то рекламы, это полосы рекламы какой-то и так далее. В общем, это большие инвестиции. Во многом, конечно, нужно было обучать профессионалов, то есть, туристические агентства, которые работают, чтобы они знали, что продавали. Потому что к ним приходят, и люди тратят свои деньги, это как минимум тысяча евро на семью для того, чтобы поехать один раз в год. И вот почему они должны выбрать именно это направление, а в следующем, например, появится еще одно направление какое-то в Италии, там, Бог даст, и может быть одно новое в Греции. И мы скажем, ребята, надо ехать туда, и все скажут, а почему именно туда? Вот когда открываются новые направления, мы ищем, почему они должны туда поехать. Вот Риме, отвечая на ваш вопрос, конечно, это Италия. Во-первых, это Италия. Во-первых, и в главных, два с половиной часа от Риги вы прилетаете туда. Я так рекламирую, как будто бы сезон уже заканчивается, все рейсы полные, то есть, уже нечего рекламировать. Мы просто сейчас говорим о том, что… Среди уже рейсы полные? Нет, ну там пару мест остается, то есть, реально все, битком. Они заканчиваются, в начале сентября уже все, последние рейсы. Поэтому, конечно, мы на следующий год будем продлевать. И вот почему люди выбрали? Потому что это Италия, потому что это недорогая Италия, не тот Милан, или не Рим, не Сардиния, не Сицилия, где все очень дорого и где нужно лететь достаточно долго. А Риме не находится от Риги всего на расстоянии двух с половиной часов. То есть, это на час ближе, например, чем лететь до Анталии. И, конечно, один час полета – это намного удешевляет конечную стоимость продукта, безусловно. Но люди через два часа выходят и попадают в настоящую Италию. Аэропорт находится в черте города, а через 5-10 минут люди уже находятся в своих отелях. И цены – это один из самых недорогих, доступных курортов, куда очень многие ездят европейцы. Конечно, мы бы рады были открыть Портофино, например, или какие-то такие дорогие курорты, может быть. Но мы тоже должны отдать себе отчет, что количество людей, которые могут заплатить за путешествие, оно достаточно ограничено. Поэтому мы угадали, и я думаю, что вот по этим критериям люди выбирают. Я думаю, что в следующем году некоторые направления, которые будут, они будут связаны именно с тем, что люди будут готовы заплатить ту или иную сумму. У нас есть звонки. Одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте. Когда зимой будет хоть какой-нибудь прямой рейс в теплое место? Там, я не знаю, в Бангкок какой-нибудь или хотя бы в Доминикану. Надоело уже там через Москву летать, через Париж. Ну, Канары, конечно, не в счет. Там вода холодная зимой и летом. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да, спасибо. Спасибо. Вот человек сознания в дело. Да. Он, значит, водички нам сказал. Не едем. Не едем на Канары. Это приятно, что наши знают, какая зимой на Канарах вода в океане. Ну, в отличие от нас, у нас всегда теплая вода в ванной. Мы бы очень рады были, на самом деле, у нас есть офис в 16 странах мира, в том числе Куба, Доминикана, Мексика и так далее. Даже офисы там есть? Собственные, конечно, да. Конечно, мы бы очень были рады, если бы авиакомпания имела собственный парк самолетов, который был в состоянии выполнить прямые рейсы. Мы не можем выполнить эти рейсы, потому что ни у одной авиакомпании, в том числе национальной, нет подходящего самолета. Пригонять самолет большой внестимости отсюда, из Риги, из другой страны, например, из Германии, из Франции, откуда угодно, это будет удорожание рейса на такой объем, что выгоднее все-таки будет летать через транзит, например, через ту же самую Москву или через Германию или через Англию. Это наша мечта. Я надеюсь, когда-нибудь она будет реализована. Я думаю, что если большой самолет появится здесь, то его пригонят, ну так мы по сленгу говорим, то его пригонят сюда туроператоры, а не авиакомпании, в том числе национальные авиакомпании, которым пока невыгодно работать с такими большими емкостями и делать такие большие объемы. Все-таки это перспектива за туроператором. Я надеюсь, достаточно близкая. А еще звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое вашему гостю за конструктивный, содержательный рассказ. Два вопроса к вам. Первый. Почему относительно стандартное предложение Хорватии подается по цене Бартелоны и других южных отличных первоклассных европейских курортов? Второй вопрос. Чем обусловлена относительно непопулярность португальских курортов в Латвии? Спасибо. Спасибо. Очень коротко. Спасибо большое. Очень коротко. Хорватия не такой большой номерной отельный фонд. И эта страна достаточно небольшая. Все гостиницы, которые есть, они остались в основном, я в массе говорю, с предыдущих времен. И очень мало что строится нового. Хотя есть апартаменты, небольшие отели, которые не спасают, к сожалению, поток, который идет из всей Европы. Поэтому отели вынуждены повышать цены для того, чтобы как-то сдерживать тот спрос, который существует. Если они понизят, то спрос будет зашкаливать и все равно невозможно будет удовлетворить. В основном это связано только с этим. Никаких других причин нет, потому что сервис, который там есть на местах, он хороший, он не такой дорогой. Как альтернатива могу вам сказать, что очень многие в последние 3-4 года в Хорватии отдых связан с тем, что люди скидываются 2-3-4 семьи, берут яхту небольшую, в которых есть 2-3-4 спальни, и путешествуют всю неделю рядом с берегом вдоль хорватских берегов и ночуют прямо там. Иногда это намного дешевле, чем брать апартаменты, жить в одном месте и так далее. Конечно, здесь нужна помощь профессионала, вы самостоятельно это, ну, может быть и найдете, я не сомневаюсь, но тем не менее более подготовленные кадры есть в агентствах, которые вам расскажут, как это правильно сделать. Вам необходимо лишь будет купить билет на самолет, прилететь и провести отдых вот так. Это что касается Хорватии. Что касается Португалии, основная проблема дороговизны только с дальним перелетом. То есть это самое дальнее направление. Практически до Лиссабона долететь в Лиссабоне делать нечего. От Лиссабона нужно лететь в Порту или на Мадейру, это еще плюс дополнительный перелет или транспорт. Поэтому, ну, я не говорю, что нечего в Лиссабоне, но это не такое туристическое направление, как даже Порту. Поэтому это все связано только с дальним перелетом. Барселона, безусловно, там в отеле в Барселоне такое количество, что, ну, наверное, я не знаю рейтинг, но, наверное, это одна из самых посещаемых точек Европы. Поэтому там отелям принадлежат, наверное, каждый второй дом. Конечно, в Хорватии такого нет, безусловно. Напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале MixNewsLV, присоединяйтесь. Ну, а что произошло с Турцией, мы уже выяснили. А насколько опустили или, наоборот, не опустили европейских курортов, вот учитывая, опять, те же печальные события этим летом? Ниццы, Ниццы и так далее. Да, конечно, всем досталось, безусловно. И думаю, что никакой общей аналитики не существует по разным причинам и по понятным причинам. Конечно, все понимают прекрасно, что время изменилось, и отельеры понимают, и когда в Брюсселе были страшные события, я планировал одну поездку и просто смотрел, сколько стоит, например, билет из Брюсселя практически в те дни, и сколько стоит гостиница в аэропорт Брюсселя, чтобы переночевать. Это были, ну, я не могу назвать это копейки, но это были совершенно разные цены, отличные от того, что было в обычный период. Поэтому думаю, что ожидание финансовых результатов, которые планировали себе и авиакомпании, и туристический сектор в любой стране, который подвергся туристическим атакам, безусловно, не оправдается, и 2016 год для многих будет, ну, как минимум, не очень удачным. Компании, которые могут быстро переориентировать потоки, которые имеют возможность быстро разворачивать самолеты, ну, тоже мы так говорим на сленге, на другие направления, могут чувствовать себя в большей безопасности и контролировать этот поток, который они себе запланировали. Монооператоры, которые работают только на одном-двух направлениях, конечно, им намного тяжелее, они вынуждены учитывать то, что нет никакой альтернативы, что за 2-3 дня перевернуть направление с одного курорта на другой практически невозможно, потому что даже на Канарских островах, где холодная погода, где холодная вода, так просто, вот так вот взять самолет, поднять и выполнить полет невозможно, потому что там просто нет отелей. Вот те, кто сейчас слушает, тоже понимают, что вот найти хороший отель на Канарских островах, ну, практически невозможно. Перевозки навалом, то есть тут есть гипертрофированная ситуация с авиацией, с открытым небом, когда лоукостеры предлагают полеты и за 20 евро, и за 30, и за 40, за любые до Канарских островов, когда мы смотрим эти цены, мы не понимаем, как они работают. Ну, мы представляем, но когда турист смотрит, мы говорим, что цена перелетов, которые мы вкладываем в пакет, где-то равняется там минимум 300 евро, они говорят, ну, ребята, вы что, с ума сошли? Реальный перелет стоит 30. Мы показываем, что Канарские островы вообще-то за Африкой находятся, и 30 евро – это как, ну, бензин еще как бы до Талина добраться. И мы не говорим, ну, это так. И так понимает вся Европа, на самом деле. И когда гипертрофированное очень большое количество перевозки, авиаперевозки и минимальное количество отелей, точно дисбаланс есть. То есть люди готовы полететь, но не могут, потому что все отели практически выкуплены туроператорами. Почему туроператоры это делают? Потому что, конечно, они свой бизнес планируют заранее, они выкупают отели. И вот если вы хотите поехать, конечно, вы можете зайти на Booking.com или другие там поисковики. Вы поедете туда, но вы заплатите совершенно другие цены. Ну, я так понимаю, отсюда вторая проблема вытекает, которая возникает у туроператоров, может быть, квартиры, которые сдают частные лица, которые уже являются реальной конкуренцией тех же отелей и пользуются все большим и большим спросом. Это не туристы. А кто это? Это путешественники. Я все-таки скажу, что люди, которые путешествуют, они, многие путешествуют автостопом, некоторые путешествуют на разными видами транспорта. Это не туристы, это не наш клиент, грубо говоря. Конечно, мы не хотим забрать весь туристический поток, мы не турист Советского Союза. Мы хотим тех, которые готовы путешествовать организованно, которые понимают, что такое туроператор, которые отдают предпочтение организованному отдыху по разным причинам, в том числе по реалиям сегодняшнего дня. И вот это наш клиент. И мы делаем культурную программу, мы делаем экскурсионную программу, мы отправляем туда гидов. Вот это наш пакет, это наш кейс. То есть у вас нет амбиции как-то захватить еще вот этот сегмент? Нет, нет, послушайте, нет, нет. У нас точно нет фамилий нашей, не те, которые это планировали, конечно. Вот вы упомянули про Тафина, еще сказали, что вот есть какие-то кюрты, ну, более там дорогие и интересные. А вообще есть ли желающий сегмент, наверное, в Латвии есть ли те, которые хотят поехать в какое-то, не знаю, менее раскрученное место? Может быть там потому что тише, еще выше сервис? Когда я сказал, я рад, что я повторю это, потому что это так есть, вот когда я приводил фирмен Римени, это как раз одно из тех направлений, когда люди каждый год хотят какое-то направление, которое работает один-два года. Я думаю, что Римени отработают максимум два года и с таким хорошим очень, с хорошей загрузкой, с хорошим спросом. И нужно будет параллельно открывать новые направления, которые вот нужно будет менять. Это не касается, например, других направлений, таких как Барселона, Анталия, Крит, которые массовые всегда были, есть и будут, не только у нас, у всех европейцев, но будут и направления, которые нужно будет менять. Помните, было несколько лет назад такое направление из Риги Бодрум? Это турецкое такое направление, считается такой турецкой Ибицей, грубо говоря, где золотая молодежь отдыхает, где богема приезжает турецкая, где очень такие хорошие богатые яхт-клубы, где отели небольшие, в основном это бухточки такие, вот это ближе лететь, на самом деле, от Стамбула, от Анкары. Вот такое направление из Риги три года подряд было, но просто в топе. Потом резкое падение, вот люди съездили, посмотрели, на этом стоп. А почему? Цены? Что? Нет, просто вот есть такой спрос на новое направление, которое работает один-два года. Вот и все. Необъяснимо почему, да? Ну вот, наверное, так. То ли, но... Нет, это связано на самом деле с тем, что люди хотят каждый год смотреть новое. Есть те, которые едут в один и тот же отель, есть люди, которые отдыхают только в одной и той же стране, и есть, наверное, до 60% людей, которые хотят каждый год выбирать что-то новое. Поэтому вот для них, вот это наш клиент. Те, которые едут с Airbnb или другие, ну, по другим каким-то критериям, конечно, мы оставляем это для них самостоятельно. Ну что, еще, наверное, успеем принять звонок, или... Напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Да, я хотел рассказать у нас, вот, здравствуйте, да, очень интересный гость. У нас двое детей маленьких, да, и все знают, что Турция, это, наверное, самый лучший отдых такой пассивный, когда в отеле ты можешь там в одном месте находиться, отдыхать и так далее, именно с очень маленькими детками. И вот, когда там начались все эти проблемы, переворот и так далее, Турагес не хотела отдавать нам, скажем, аванс. Потом, только когда уже чрезвычайное положение ввели, тогда нам все-таки мы сменили направление, получилось, вот, и сейчас в пентябре летим в Болгарию. Соответственно, вопрос такой, как там вот в это время, то есть мы будем где-то до 15-16 числа в Болгарии. Окей. Спасибо. Спасибо. Болгария, вот, вы еще ни слова не сказали, но... Предлагаю поменять обратно на Турцию. На самом деле, просто, что касается, ну, первый вопрос по Турции был, поэтому сейчас быстро скажу. В Турцию надо лететь спокойно, никаких проблем сейчас нет, мы в постоянном контакте с Министерством странных дел, никаких ограничений не только для Латвии, но и для других стран нет. Конечно, есть просьба в этом году просто, ну, постараться не посещать массовые мероприятия, как я сказал, но все контролируется, и поверьте, мы никогда не отправим людей, когда не будем уверены в том, что мы не сможем выполнить свои обязательства, вернуть их обратно. Поэтому здесь даже много какой-то рекламы, много текста, смысла нет говорить. Мы очень много, много раз на эту тему беседовали, и понимаем, что если вдруг наступают какие-то непреодолимые препятствия, политические, экономические, природные и так далее, мы всегда готовы сделать так, чтобы туристы максимально быстро оказались здесь. Поэтому есть подтверждение этому, и даже не хочу к этой теме возвращаться, ну, по понятным причинам. Что касается Болгарии, это окончание бархатного сезона, я думаю, там будет хорошо. Просто вы должны понимать, что Болгария – это Черное море, это не Средиземное море, конечно, это две большие разницы. Но, тем не менее, для деток будет все хорошо, солнце, песок, это отличные пляжи. Я думаю, что вы получите хороший отдых, и вот так вот вынужденно, хотя проведете в Болгарии, но, тем не менее, не сомневаюсь, что в следующем году обязательно все равно вернетесь в Турцию. Да, вот, тем не менее, как Болгария популярна, может, одно время был даже скачок, многие, как вы знаете, латвийцы покупали там недвижимость, я так понимаю, что ажиотаж спал все-таки. Этого ажиотажа уже нет, да, скачок был только связан с недвижимостью, которую ребята там покупали, потом антискачок был, когда они ее хотели продать, и достаточно сложно, некоторые до сих пор вынуждены ее тащить за собой. Но, тем не менее, Болгария – такое, да, летняя дача для многих, кто может себе позволить. Вот, разумность этих инвестиций они оценили самостоятельно, это было одно из направлений, где активно покупали недвижимость британцы, потом они очень быстро закончили это делать, вторичный рынок пришелся на страны, например, Балтийские или там экс-СССР, в том числе и россияне многие покупали, и сейчас тоже, по большому счету, не стараются делать это активно, но, тем не менее, как направление хорошее, дешевое, отсутствие языкового барьера, альтернатива, я думаю, что Болгария очень много в этом году получила, например, российских туристов, потому что, из-за Турции, опять же, поэтому я думаю, что они себя чувствуют очень хорошо, посмотрим, что будет в следующем году. Но это такой крепкий, хороший середнячок, который предлагает очень разумные цены. Вот по поводу последних, тоже актуальных событий, насчет мусульманских купальников на пляже, в Ницце их запретили, в другом французском городе произошла массовая драка, потому что кто-то пытался сфотографировать женщину вот в этом Буркинии. Что делать, если турист сталкивается вот с женщиной в таком купальном костюме? То есть лучше не смотреть от греха подальше? Или вот как коммуницировать? Сейчас попытаюсь, не знаю же, как ответить на вопрос. Я, честно говоря, вот сколько ездил, я не встречал, не встречал, даже, например, в Турции. Но знаю, например, что наоборот происходит, например, сейчас Турция очень-очень популярная, она диверсифицировала свои потоки, она ищет новые рейсы, новые направления и нашла очень большой поток туристов, например, из Ирана. И иранские женщины, когда приезжают, ну я не говорю в абсолютное, но вот я говорю то, что известно нашей компании. Иранские туристы, когда приезжают, они практически весь свой уклад оставляют в самолете, и для них Анталия – это настоящая Европа, они все, они отрываются по полной программе, но не по полной-полной, но для них это достаточно просто, ну такой безбашенный отдых. И речь не идет ни о каких там таких общих, больших, или как это сказать, купальниках, которые прикрывают полное тело, или вот во всех одеждах, которые они бы могли или должны были быть, или они считают, что так необходимо, то есть вот этого нет. Я не говорю про всех, но для многих это очень-очень-очень, для них это на самом деле настоящая такая Европа. Если мы говорим про Европу, я думаю, что все понимают прекрасно, что есть разные менталитеты, есть сейчас вот такие настроения, нужно просто к этому относиться с пониманием. Сейчас это вот такой фон существующий, который нужно просто постараться не игнорировать, но понимать, что это вот сегодняшний день. Постараться просто к этому не относиться, ну так, воинственно, разделять какие-то мне такие религиозные и прочие обычаи других людей, и тем не менее просто не забывать, что это Европа. Да. Спасибо большое. Константин Польгов у нас был в студии, глава туроператора Тесту Латвия. Будем еще вас приглашать, поскольку, ну, все-таки многие надеются продлить лето, а и встретить зиму в теплых условиях. Спасибо большое. Спасибо, удачи.